Добрый день, дорогие друзья! Сегодня захочу записать еще один внеплановый ролик. На дворе весна. Уже вроде конец марта, начало апреля грядет. Но при этом выпадает снег, холод, неустойчивая погода. Каждый раз вот такие весенние и осенние, холодные, затяжные, зимние дни, и погода вот такая, она провоцирует людей на определенные психические состояния, неравноместные состояния. Я бы хотела, чтобы люди, которые находятся рядом с людьми, у которых находится нестабильное психоэмоциональное состояние, все-таки внимательно относились к своим близким. Что я имею в виду? Те моменты, которые должны заставить вас задуматься о том, что вашему близкому человеку нужна реально сейчас, в эти периоды обострений, помощь. Например, ваш человек часто нервничает, говорит какие-то вещи непонятные вам, вплоть до того, что у него случаются встречи с инопланетянами, или ему какие-то тайные голоса говорят о каких-то знаниях, у него идут какие-то навязчивые формы сновидений и так далее. Если вы начнете разговаривать с человеком, можно взять два алгоритма для раскрутки, для того, чтобы все-таки понимать, есть у человека проблема, или у человека просто фантазия бурно разыгралась, вот в данный момент здесь и сейчас. По одному алгоритму вы можете человека привести, например, на укрупнение ведете. Вот он вам заявляет, что у него связи с какими-то либо высокопоставленными лицами, либо с инопланетным разумом, либо-либо вы можете раскручивать и приводить человека к тому, что он лично знаком с президентом, что он готов участвовать в межгалактических войнах и так далее. И когда вы видите, что человек готов, его фантазии играет все больше и больше и больше, вот он же главный межгалактический персонал, персонаж, на это уже стоит обратить внимание. То есть первичный тест на то, что у человека неадекватное восприятие, выпадающее из восприятия социума, уже не пройден. Но я чаще в жизни применяю немножко другую концепцию. Когда я общаюсь с человеком и вижу, что у человека есть определенное движение глаз, движение тела, есть определенное проявление, когда ты видишь, что человеку, скорее всего, нужна помощь либо психотерапевта, либо психиатра. И один из тестов, который очень просто запустить, это попросить человека конкретизировать. То есть человек выдает вам какой-то целый абзац предложений о том, что в его жизни происходит. И вы уточните, сведите основную мысль, чтобы он смог сформулировать основную мысль в трех-четырех словах. Если человек не может сформулировать основную мысль в трех-четырех словах, то это повод задуматься о том, что ему все-таки нужна помощь специалиста. Будьте внимательны к своим близким. Сегодня я встречаю просто удивительные вещи в корреспонденции, когда очевидно, что не надо искать помощи экстрасенса, не надо искать помощи целителя, надо снять телефонную трубку и позвонить просто психотерапевту. Ничего плохого в этом нет. Вы поймите, вы помогаете своему близкому. Сегодня вы не знаете, завалится он в депрессию или он захочет сигануть с крыши. У него неустойчивое состояние. И пускай с этим разберется специалист. Не мне и не вам ставить человеку диагноз. Вам надо определить, нуждается он в помощи или нет. Зачастую муж с женой живет и постепенно, например, он замечает в ее поведении какие-то вещи, когда у нее бегают глазки, она там говорит какую-то ерунду. И он к этому относится. Ай, дура, да? Ну, он привык к этому. Но понимаете, вот сегодня ай, дура, а завтра ей уже может быть поздно. Да? Давайте вот на эти вещи будем обращать внимание, потому что все-таки весна, все-таки обострение. В мире инопланетян появилось просто неимоверное количество. Неимоверное количество появилось сверхспособностей, левитаций. Неимоверное количество появилось своих каких-то проявленных психических особенностей, когда человек чувствует весь мир, становится солнцем, небом, океаном и так далее. У каждого своя шиза. Давайте мы просто позволим человеку с ней быть, примем, что она есть, да? И после этого посмотрим, насколько надо в данный момент ему помочь, для того, чтобы его состояние стабилизировалось, чтобы он не выпал из социума, не потерял работу, не потерял связи с людьми. Все мы имеем те же самые элементарно права. Да? Ездим на автомобиле. И если у человека случается такое отклонение от нормы, да, то человек, конечно, зачастую боится обратиться за нормальной психотерапевтической помощью, что он потеряет элементарно права, что он элементарно потеряет там репутацию на работе и так далее. И человек доводит до крайностей. Так вот, до крайностей доводить не надо. Сегодня есть качественные психотерапевтические услуги, сегодня есть качественные специалисты, которые могут помочь. И почему в нашей стране не принято это дело, человек доводит до крайностей и потом только обращается к врачу, когда уже все, нужна медикаментозная помощь. Вот это доводить не надо. Все-таки давайте разговаривать друг с другом, давайте слышать друг друга, и давайте уделять своим близким внимание. Внимание, которое так необходимо в весенний-осенний период. Я за это, господа. Если вам нужна контактная информация в Белоруссии хороших специалистов или в России хороших специалистов, с удовольствием дам, с удовольствием поделюсь. Главное, чтобы было положительное, позитивное влияние на жизнь ваших родных и близких. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...